МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стала первой нашей не-советской женщиной, о которой заговорила планета. Кто же она, новый символ и гордость страны? Как раз в день конкурса 13 декабря ей назначили сдачу курсовой в Тюменском университете нефти и газа. И что же прогуляла? Сухинова никогда не мечтала стать моделью, а готовилась в большой спорт, плавание, художественная гимнастика и даже взрослый разряд по биатлону. Спортсменка пока не комсомолка, хотя, как знать, уже скоро полгосдумы будет таких молодых и не просто красавица, свою первую победу одержала в 2002-м на соревнованиях по биатлону. Ее медаль в руках у моей коллеги Яны Леонтьевой. Яна, можно посмотреть поближе? Да, держи. Спасибо. Вот все по чину. Нижневартовский комитет по физической культуре, лыжный спорт, медаль за первое место. Яна, так она уже стала известной после этой медали? Ну, вряд ли. Разве что она стала мисс спортивных кругов на своей малой родине. Ведь тогда Ксюша училась в школе и мечтала не о модельной, а о спортивной карьере. Еще маленькая сибирячка Ксюша Сухинова ставила перед собой большие цели. На тот момент у меня была мечта, когда я занималась биатлоном, стать чемпионкой мира по биатлону. Четыре года она училась попадать точно в яблочко. Но после школы Ксения задумалась, зачем ей винтовка с прицелом, если и так глаз-алмаз. Стрелять в глазами я умею. Я сама научилась. Уехав из Тюмени в Москву, год назад она сразила на повал жюри конкурса «Мисс Россия». Сухинова Ксения. Тюмень. Номер 50. Одно из основных правил – это идти по линии, не сгибая ног. И чтобы бедра у тебя ходили плавно. Так, уверенно покачивая бедрами, но не выходя за пределы 90-60-90, Ксюша и ее русский стандарт пришлись в пору всему миру. Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова. После победы может показаться – мама с пеленок делала из нее королеву. Мама ее везде швыряет. Она с молодой. Ее все время не сутульте, не сутульте. Полбу все время шелкает, не морщить. Но дедушка с бабушкой уверяют – спорт был не средством, а целью. Да и как в Сибири выжить без закалки? А насчет физкультуры что? Я поддерживал, потому что я сам был преподавателем физкультуры. Дедушка учил Ксюшу в детстве, мама не дала сбиться с пути в отрочестве. Атлетика – она ж легкая, а жизнь в Тюмени тяжелая. Так что профессию лучше выбирать основательную, поближе к недрам, а значит к нефти. Ты по маминым стопам пошла, а мама инженер? Да, а инженер – химик. Поступив в нефтехимический университет, в народе керосинка, Ксюша с огнем не играла. Химичила только в лаборатории, хотя и была замечена в самодеятельности. Она пришла и сказала, я хочу танцевать. Ну, просто девочка, зовут Ксюша. Мне казалось, что я хорошо танцую, не знаю. Но хореограф до сих пор уверена – танцовщица из Ксюши может быть и неплохая. Но вот на сцене ей все равно что-то очень сильно мешает. Из-за своей вот этой вот какой-то высокой, да, стройной фигуры, длинных рук, длинных ног, здесь же надо все собрано, раз-раз как бы и встал. Не получалось народное. Вот это вот все у нее не получалось. То, что хореограф хочет Ксюшу укоротить, директор модельного агентства заметил сразу. И в стороне не остался. Один раз посмотрел второй, третий, потом подошел, говорю. В хореографии тебе не сорвать никаких звезд. А здесь, говорю, выходя на подиум, ты наверняка станешь звездочкой, может быть, даже звездой. На университетском подиуме из отстающей танцовщицы Сухинова быстро превратилась в преуспевающую модель. В 2005 году вот этот конкурс «Мисс Нефтегаз», тут же она выигрывает корону города Тюмени. В таком виде ее даже родная мать сначала не узнала. Абсолютно не думала о моделях никакого. Не вычитала, не смотрела эти глянцевые журналы. Для нее совершенно это не ее стихия была. Зато дедушка с бабушкой уверены, это их работа. Вернее, их гены. Ну вот тоже внук вот. Тоже красавец будет. Номер 50. Ксения Сухинова из Тюмени. 83,60,91 – это ее параметры и рост 178 сантиметров. Когда у ног студентки депутаты местной думы, а на руках ее носит сам Юрий Башмет. И вот она, значит, села с меня на коленки и сделали фотографию. Преподаватели, глядя на такую красоту, невольно закрывают глаза на оценки. После выигрыша Мисс России у нее появился индивидуальный график обучения. То есть она не просто середняк, она даже повыше. Прежде чем стать эталоном совершенства, Ксения Сухинова в совершенстве освоила вот такие электронные схемы усилителей и генераторов. Но потом поняла, у женщин свои схемы. Если учиться, то лучше сразу на королеву. Взмет. Тезелая. В примере в корону Мисс России Ксюша поняла, размер имеет значение. И в поисках большего стала лучшей. Корона Мисс Мира мне пора, но она очень удобная, подошла. Прямо как для меня. Пятикурсница Ксюша, технично покорив мир, про технические науки, которым ее учили в УЗИ, кажется, совсем забыла. Мой преподаватель хвалил и говорил, что ты электронику знаешь в совершенстве. Ты можешь прямо вот сейчас начертить схему усилителей? Знаете, конкурс Мисс Мира из головы выбил все. У меня, тем более, был месяц тяжелой подготовки. Я спала по два часа. Университет она хоть и не бросила, но появляться там стало все реже. Да и дедушка внучку видит все больше на обложках, чем за учебниками. Дед, пусть она институт кончится сначала, потом занимается. Сначала институт закончится, а потом уже поздно. Теперь на ее голове лучшие друзья девушек – бриллианты. А друзей рядом с ней почти не осталось. Я, кстати, очень нуждаюсь в друзьях. Почему-то, ну, Наташу, Катю, всех сюда. Когда-то подружек Ксюшу, Катю, Наташу в Тюмени называли три грации. Мисс Тюмень, вице-мисс и мисс Фото. Мы первые три места заняли и оттуда так и начали дружить. Покорив Сибирь, Ксюша сказала Кате, в Москву, в Москву, та послушалась. Это мы уже в Москве вот последний год, вот этот вот. Но быстро разочаровались, решив, что столичная жизнь личную не заменит. Меня очень сильно остановило, остановили отношения. Для самой мисс Мира всегда была первым делом карьера, ну а мальчики потом. В школе я была спортивной девочкой, мне было не до мальчиков. Хотя ее образ и будоражит мужское воображение. Самой королеве красоты о принцах думать пока некогда. У меня много обязанностей, много дел и времени, честно, на личную жизнь не хватает. Только с родной бабушкой Ксюша всегда на связи. Ведь она по-прежнему для нее главный друг и советчица. Эту победу я посвящаю всей России и своей бабушке. Она говорит, бабушка, а что я вот это делаю, я говорю, надевай. Ксюша говорит, вот это что тебе не идет, снимай. Вот это вот что делается, да, она слушает меня. Алло, бабушка, не знаю, что ты говоришь, 22 газеты собрала? Да, 22 газеты и еще угнала, что они там пишут. А мне копию оставила? Студентка Тюменского нефтегазового университета стала королевой. В условиях, когда цены на нефть падают, студенты нефтегазового университета поняли, продавать дорого лучше себя. Мы в Кольвере-1! А преподаватели хотя бы на один день решили заменить наглядные пособия. А вы лично развешивали поздравления? Ну, лично где-то я, где-то мои коллеги. Ну, как бы они ее не ждали, в родную Тюмень мисс Мира навсегда вряд ли вернется. И здесь ничего личного, просто такой модельный бизнес. С Москвы, в Лондон, с Лондоном, в Вьетнам. То есть вот за этот год ты должна объехать весь мир, да, вот так вот? Да. Рома, извини, у меня самолет, Москва, Париж, Милан, Москва!